Всем привет! Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. В возрасте 106 лет в Австралии, скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и 6 фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC. По его данным, Мэри Уорд пережила две мировые войны и стала свидетельницей двух пандемий. Она умерла в доме престарелых в Мельбурне. Как сообщили ее родственники, в последние месяцы актриса мало с кем виделась из-за ограничений вокруг COVID-19 в австралийском штате Виктория. Во время Второй мировой Мэри Уорд была одной из первых женщин-дикторов радио ABC. Самыми известными сериалами с ее участием стали заключенные, сыновья и дочери, соседи. 20 июля на 73-м году жизни скончался легендарный шансонье Геннадий Жаров, советский, российский певец и автор песен. Сообщение об этом появилось в инстаграм радио Шансон. Радио Шансон выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Викторовича, а также всем поклонникам творчества шансонье. Вечная память, говорится в некрологии. Геннадий Викторович Сельчук родился 13 июня 1949 года в семье артиста Мосэстрады. В 1968 окончил химический техникум и почти сразу был призван на службу в армию. Служил в Баку в войсках ПВО, где выступал в качестве басиста армейского ансамбля. Первые песни начал писать в 70-е, участвовал в различных фестивалях, слетах и концертах. Некоторое время был вокалистом и бас-гитаристом Виа Контрасты при Бауманском телефонном узле в Москве. Окончив Московский автомеханический институт, в 1980-м работал по полученной специальности инженер-конструктор. В том же году занял первое место на фестивале авторской песни, получил диплом, подписанным Яном Френкелем. В 1990-м создал группу, при содействии продюсера Сергея Трофимова. В 1992-м выпустил альбом «Ушаночка» проекта, Геннадий Жаров и группа «Амнистия-2», с одноименной песней, ставшей одной из наиболее известных в жанре. Туда же вошла другая прославленная композиция автора, Аксине.